Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Да точно все самое интересное впереди Потому что что-то мне подсказывает, что эта серия не закончится со счетом 2-0 Субтитры делал DimaTorzok И то, что будет 2-1 Ну, потому что повторить успех предыдущей карты будет довольно трудно, конечно Пугну банит Quincy Crew Я вар, скорее всего, просто сам попросил Парни, забаньте этого героя, пожалуйста Потому что я не играл в доту на линии вообще И во многом из-за этого персонажа Осталось 5 секунд Вот я думаю, что Cloud9 как раз-таки та команда, которая может выигрывать с такими чизовыми пиками Типа Алхимика, Ликантропа, ультимативного какого-то пуша Потому что классическую доту играть было бы трудно Вот сейчас, например, если я не возьму какой-то стандартный биг Мы просто посмотрим, как Cloud9 теперь справится с Критикой И, конечно, большой вопрос, насколько сейчас крепка мораль этого коллектива сверху Поражение обидное Явар явно чувствовал себя не в своей тарелке Квин игру тащил-тащил, но в итоге трон у него упал Как это все отразится на команде, мы не знаем Но точно у нас есть хотя бы такой примерный опыт этого коллектива Когда они проиграли первую карту BA И потом две подряд легко взяли Там Квин вообще не терялся Квин две карты, следом просто чуть ли не в соло забрал Было дело И Cloud9 очень необычно начинают драфтить Вот они взяли Фуриона, который метовый И дальше двух героев, которых в мете вообще не видно Леон Титан Это задумка Просто так такие герои не берутся Не удивлюсь, если дальше появятся такие же непопулярные товарищи Так, ну с чем у нас комбинируется Титан хорошо Титан известен тем, что он снижает базовый армор и базовое сопротивление магии До нуля Соответственно, либо очень серьезная магия, либо очень серьезные физ ДПС Обычно Титан хорош, типа против героев а-ля Террор Блейд, Морфлинг, потому что у них очень много армора своего Опять Герокоптер Опять Герокоптер Да Начинает возникать вопрос Явар других героев помнит? Вообще нет? У него как-то пул из двух персонажей Осталось 10 секунд В последнее время состоит Герокоптер, Герокоптер Что они в нем нашли? Две команды Крейзи и Квинс и Крю Этого Герокоптера спамят Больше во всем мире никто этого Герокоптера не признает Только две команды Только Явар И только Скиттер Договорились, что ли? Не знаю Может у них челлендж какой-то на Герокоптере выиграть Но могу сказать, что для Cloud9 только в плюс Герокоптер нынче не славится высоким винрейтом Объективно выпадает из игры на какую-то часть карты Поэтому можно и задушить Как будем душить? Фурион, Леон, Эрлдер, Титан хорошо? Ну, морфлинг, да? Прямо напрашивается У тебя не напрашивается морфлинг? Мне прям очень напрашивается морфлинг для Cloud9 Ну, морф неплохо Он от под Титана идеально С прокастными всякими Физикой бьет и магией бьет В Герокоптер превращается, дает флаг Это тоже очень сильно Ну, магия против Тимбера Да Хорошая игра для морфа Но есть опасность, друзья Last pick в этот раз Quincy Crew Закрывать они будут выбором героя для CC&C Очередь сил света запрещать героя Антимаг Ух Сейчас бы еще каточку на часик с антимагом посмотреть Антимаг Фурион Сплит пушим Я говорю, на Cloud9 могут победить команду Quincy Crew только такими травмами Ну что, антимаг ультимативный лейт, это всем известно Ловить его трудно, убивать его трудно, если он раскачается Проблема антимага в том, что игра может быстро закончиться Осталось 5 секунд Помимо всех других проблем с антимагом в команде Сейчас прикинь, Соляра от Энви на антимаге Ух На Медовом Да он не будет играть, а есть будет антимаге Скорее всего, да Ну, кстати, чтобы не произошло во второй карте Скорее всего, в третий уклад, наверное, будет Last pick Я думаю, что там можно расчехлить мипа Аисовского фирменного Это еще такая, знаете, скрытая угроза Возможный вариант победы в серии Если в второй карте прям все будет плохо, с магом не пойдет, пуш забанят То там вот Аис расчехлит мипаря, я прям чувствую Бан Урсы, интересно Ну, а забанили контрпики Тимберсоу, по идее Ну, контрпик Тимберсоу Турс МК забанили сами, Клауд Найн Чтобы Тимберу было попроще Да, Тимбер не боится Фуриона, конечно Леон Титан довольно сильно бесит Тимбера Ну, а Тимбак, кстати, на линии, что будет играть через Манобрек Оставит без маны Тимбера У нас там Плара Ассасин Итак, кто в мид? Энви Энви будет тяжко Если вспоминаем, опять-таки, старт прошлого матча Прошлой карты Там Энви вроде бы насильным героем Драгонайте в центр пришел Но ведь он на самом деле от ДП-то отъезжал В соло причем Даже в таком матчапе А тут сейчас закрывающий пик будет у Куина Сейчас увидит выбор Энви И закроют Ну да, в общем, четыре развлекателя И антимаг как лейт, который должен выиграть игру План команды Cloud9 на игру понятен И это будет, судя по всему, у нас оффлейн Фурион Третья позиция для Мизери Как тебе линия Фурион-Титан? Осталось десять секунд Лучше Саня, это может быть Титан-Леон? Может быть Титан-Леон? Не, как Титан-Леон, подожди А Фурион пятерка, думаешь? Титан-тройка? Титан-тройка, а? Для Мизери Еще один дебют Кстати, дебют на Леонтропе от Мизери Победа Идеально Сто процентный именрейт Долго думает Квинти Крю И это Адмирал Кунка Ну да, герой против Клопы Который хорошо стоит, Клопу ловит И антимага, что самое главное Он тоже может поймать на крест И давать те способности, которые Не задоджишь с помощью Контер-спелла Если я ничего не путаю Да, Кунг хорош Против Фуриона Против Клопы Против антимага Короче, Квин Плевает, что у тебя беда на крайних линиях Эту игру ты в соло можешь потащить А вот мне кажется, что Кунг как раз не тот герой Который может в соло катку выиграть Он, конечно, может Энви там на 7000 на 10 минуте опередить, например И тогда выиграет Но Сейчас ведь Кунгки по-другому немного играют То есть это не Кунг с дейдаусами В лейте Это какие-то Веселы, Алибарды, БКБ Что-то такое Хотя вот по такой игре я бы на Радианс посмотрел Он сожжет всех просто Если пойдет у Квина в самом начале То Радианс берешь и просто берет Мне все сборки нравятся То, что ты перечислил И The Radiance мне нравится И Shadow Blade мне здесь нравится И стандартные там БКБшки Даже Agony мне здесь нравится На самом деле против антимага может быть не так плохо Ну, в какой-то там стадии игры Когда антимаг будет подключаться к команде Шальные торренты с талантами С огромнейшим радиусом Антимаг подпрыгивает И даже что-то не может БКБ покупать не хочет Так, ну это Палайдай на Элдерстане Все-таки Элдерстан у нас будет пятерка Эферион тройка, да? Все-таки для Мизери, ну да Ну что, друзья Досвершится предначертанное Мы можем стать свидетелями Первой официальной победы команды Cloud9 Спустя... Сейчас посмотрю Когда был анонсирован этот состав Под тегом Cloud9 Был большой перерыв Когда у них по Доте не было состава И вот они решились Клуда подписать Подписали 29-го Ну ладно Основной состав Весь состав Текущий был подписан 3-го марта Прикиньте, они подписали 3-го марта Состав По Дота 2 Судный день И с 3-го марта Они ждут победы До 16-го апреля Хотя бы одной Это называется На перспективу На развитие Просто Я, конечно, не знаю Понятно, что условия Там, на каких были подписаны Состав мы Не знаем Можем только догадываться Но Полтора месяца Без единой Официальной победы Это жестко Но чтобы вы понимали Например Вот Только что выиграли катку Ребята из Cloud9 Cloud9 в Твиттере Написали 3 поста Ни одного Про Доту Они написали Про все, что угодно Но только А, вот 4-й пост Нет, это 3-й был пост 20 минут назад Написали они Про Денжонс Драгонс Пост Я вижу Написали Cloud9 Пост Про Какой-то там Подкаст И Про КСГО Ролик Запустили И ничего Про Доту не было То есть Надо, чтобы Про них написали Надо, чтобы Они выиграли матч Вперед Энви Вперед Никто не хочет Вернее, руководство не хочет Чтобы кто-то знал Что Cloud9 играют Я думаю, что они Не хотят спугнуть победу Понимаешь Сейчас анонсируют Что мы победили В первой карте Там, вау-вау-вау А потом, хоп Сейчас будут там 2 по 20 Следующий И 11-й матч И налетят, да? И налетят Коршуны, да Cloud9 серьезная организация И Ну, понятно Что для них Такой старт Дота состава Это Это ужас Это просто ужас 30 секунд До начала сражения Так, ну Есть самое время Посмотреть, конечно Друзья, что у нас После драфтов По поводу Коэффициентов На эту карту Давайте взглянем 1.23 3.9 На Cloud9 Ну, все так же Веры нет Нет веры, друзья Антимага Не верят Что он сможет Но антимаг Это тот пик Как раз таки Что если вдруг У команды Квинтик Или что-то Не будет получаться То антимаг Даст о себе знать Он придет И обязательно победит Ставят, кстати говоря Интересно Гирокоптера на топ Это увидели Как раз Cloud9 И сразу смещается На нижнюю линию Он хочет задоджить Агрессивный лейн С гирокоптером Да, пошли Слапы, переслапы Ну и антимаг Будет стоять в харде Против тимбера Я думаю, что тимбера Должно устраивать Вот МССу против антимага На сложной стоять Где антимага легкая Это вот не очень приятно А так Против антимага Стоять в принципе Наверное, не очень хочется Потому что без маны Будешь все время находиться На линии Но если ты будешь Хотя бы на легкой То это все-таки Ну, небольшой плюсик Там где-то заблочить Можно большой спаун Ну и как-то вот Под тавером держаться Экспо получать Нафармить себе На соло ринг Соло рингом У тебя будет возможность Нажать соло ринг Использовать какую-то нюк В общем, есть свои перспективы Вообще, на первой стадии Даже можно антимага побить Прям Не подпускать его крипом Потому что тут два героя Антимаг пока стоит в соло Где же саппорт? А, они пытаются ФБ сделать На гирокоптере Да отпустите Явар Дайте ему кто-то поиграть Явар флэг Но развару сейчас еще пробьет Так, ну и ТП может сделать Только снейкинг Только у него есть А, нет, подождите Пайлодай делал ТП Реон Реон, понятно, тройка Да, снейкинг только может перетянуться Но перетягивается вниз И Ису будет помогать Ко-же сейчас большая пачка идет На левел получит Кого-то добьет Меня центр больше всего интересует Я тоже 6, 2, 3, 1 Смотрите Кстати, Энвир же уже играл, да, на Квапе? Да С тем легендарным билдом Это Блэйд Мэйл был Да Чат, хотите, чтобы Энви в этой игре Блэйд Мэйл купил? Только честно Ставь лул, если хочешь, чтобы Квапа купила Блэйд Мэйл первым артефактом В этой карте Да, и что-нибудь другое, если хочешь, чтобы он накопил на что-то другое Потому что, мне кажется, он не от хорошей жизни покупает Блэйд Мэйлы Или все-таки это план такой Его сложно понять У него вот эта мания собирать билды своеобразные была Вот на протяжении всей своей карьеры, наверное Ну или, по крайней мере, после того, как он ушел от Пупея Это началось, не знаю Не, началось это до Пупея При Пупея он уже не экспериментировал И там не разрешали Там нельзя было, там было опасно Там все-таки мажоры выигрывались, как бы там Там не до собственных билдов дело было Потом, когда он ушел, да, все вернулось Ну, его ушли скорее, да, и он ушел Началось точно до Пупея, все Ста процентов Тут два мана сжигателя, конечно, стоят Снайкинг и С, Лайн и Антимаг Они, конечно, тут Тимберсо без мана будут оставлять точно Но Тимберсо успел начальных крипов поубивать 10 вот он взял Так что, в принципе, Соло Ринг сейчас появится Да, ну, мана все, она уже закончилась Ее больше нет Но с Соло Рингом есть возможность все-таки Вот в кулдаун Соло Ринга что-то нажать Верлинг ДС какой-нибудь Ну, вот как-то Да, Соло Рингом покупает Радкликом От Курьера не потерять Пбл уже сделан На топе там забрали, кажется Да, Титана убивали Тут пытаются Герокоптер раздушить Герокоптер один скрипов Стан по двоим от Пайлайдая Я вар впитывают, урон жесткий Правда, я правда не Сапог вот был бы еще арбубеном, конечно Можно было чуть-чуть не пойти И просто не убить Герокоптер Райдкликом Это там такой герой, который способен это сделать Я надеюсь, в центре пока вообще достойно стоит 15 на 5 Против Конги, который постоянно бьет Титбрингером жестко Тем более CCNC на линии Курьера там Энви пытается убить Не получилось, просто уходит на блинке за руной Народ в чате реально хочет, чтобы Энви купил Блейдмейл Ну все, Энви, ты не имеешь права Русско-дивичная трансляция как бы требует Сейчас пара нулей, ПТ и Блейдмейл И Блейдмейл Чисто контрить Куина Куин будет кидать корабль, а он такой Хоп, вот корабль на блинке облетает Блейдмейлом И Куин такой в шоке просто Что он делает вообще Под колдаун, да, под вот это все Под пилу Контрюгард Да ему надо сразу было не талисманы, а брейсеры покупать Чтобы подольше жить, побольше впитывать Нет, народ там Вангвард Ну да, да Народ там уже реально хайпит за Энви Все, все активизировались, Энви уже хотят, чтобы он победил Кто-то ловит хай кайф Оживает чат под ночь Оживает, оживает игра А дутер ты хотел сказать? У меня всего плюс два, у меня уже пол седьмого как бы А, так с добрым утром, Марталис, получается? Получается так Как с добрым? Как с добрым, ну как с добрым, ну так вот Сейчас еще с антимагом каточку на 70 А потом третья А потом третья, а маг сольет обязательно Ох А там следующий эфир Довольно скоро Ого, Энви чуть не погиб Ну там креста не было, если бы еще вернуть Вот до блинка Ну вот тут на центр начинают работать саппорты Мы видим, что с одной, что с другой стороны Капа Руну забирает себе Хорошо Бутылка, хилка Все, восстанавливается полностью Энви Пятый уровень Квин У него два брейсера У него блейдцев атак Шестой уровень Ну тут уже и саппорт Мидер в центре стоит Одного и другого мидера Уже тяжеловато Ага, бивер Забирает иллюзии Не оставляет попадают Самое главное Не оставляет Энви Наверное, сейчас может прыгнуть И бивера попробовать поймать Кстати Надо ли тратить время на это Ну нет, там бивер бегает Достаточно быстро Энви Билд такой еще сделал Специально вот на ганге На дужку Да, на третий шаду страйка То есть Реально сейчас очень опасен Очень много урона может отместить Так, ну я, кстати, покинул линию Антимагу, кажется, стало грустно И он пошел А, так он изначально же Все, я уж думал, что он на топе На мизере Был в мизере Линию покинул Но он вернулся Будем ахилится Уходился Я вара смотрю Крипстат 36 на 11 Я вар проснулся, друзья Это больше, чем было У его же Медузы Раза в 4, наверное Или во сколько прошло Он был там 8 Криптов А на этой минуте Ну что-то в этом духе, да Ну, 4 5 С учетом денаев Нет, с учетом денаев Наверное, вообще бы Все 6 В 6 раз больше уже Крипстату Проснулся Можно сказать, что проснулся Так, Энви впитывать Так, Энви как впитаем Ну-ка Ага, ага Так Блэйдмейл Фаззакуп Энви Сразу, автоматически Нет, ну или пока ладно Килл тут сделали Ну, не было шансов Здесь у Энви выжить Он, конечно, пережил Торрент, корабль То есть, оставалось Только сделать блинк Но там подтянулся таск И таск тут, конечно Забил гвоздик Крышку гроба Не люблю это выражение Но сейчас почему-то Пришлось к слову И сделали это убийство На Квин оф Пейн Ну, по Торсам, соответственно Там тоже история хорошая Снэйкин здесь пошел Выдал Хекс Стан где-то погибает На топе А Энви гангать пошел Энви А если бы знал, что Ультимейт Фурион так прилетит И ему же там нереально Не хватило Соник Вейва дать Чего-нибудь бы скастовал Не, ну Шадоу Страйк Не хватило бы Скрим тоже Первого уровня А вот Соник Вейв Но он не мог знать Что Ультимейт Фуриона Последнее в своем отражении Придет именно В уходящий в игре Строк Не мог знать Восьмая минута руна Появляется снизу Квин здесь Крест Соник Вейв Титан Стан Вернули на крест На Торрон подняли Квин под замедлением Шадоу Страйка Ну и тут на тасках Конечно надо забить Просто самому Квину Здесь выжить Свиджи Строк оф фейт Квин разворачивается Он поверил в тиммейта Серьезно Что он может выжить Или они будут размениваться Саленс На Энви Вот ему бы ударить Он не ударил Энви Энви Хилка Свиджи Сайленс Строк оф фейт Промазал Не попал Да ладно Энви Так Перехитрил всех Кунка погиб В итоге Минус Титан Минус Леон Все же размен дали Но Энви красавчик Энви выжил Еще руну волшебства найдет Сейчас путылку зарядит Апчакрам Энви Азденайл Хотя бы так Энви старается Энви работает пока Антимаг подшумал У него опять Самый худший нетвор Среди коров Я не знаю Почему это происходит Из карты в карту Но это факт Он опять просел Чем дальше Тем сложнее будет Надо Теперь уже сто процентов Находить убийство С Леоном С каким-то Что левелом Можно будет убивать Просто билд такой Что ты не имеешь права Ну то есть Ты имеешь право Но у тебя нет Реальной возможности Фармить в лесу На квапе С таким билдом То есть Со скримом Ты можешь сделать стаки И как-то там Еще выфармливать Но с четвертым Шадострайком С третьим Шадострайком И с первым С Кримом Пейн Ты можешь только гангать И это твой хлеб Деньги зарабатывать Ты можешь только с убийств И если у тебя ганги Не получаются На творце Так и будешь проседать Единственное Во всем этом То что произошло Это конечно плюс То что Эйс Фарм Образовался Свободное окно Он тут реально Хорошо фармит Кольцо себе купил Курьер подрезал Пока его поймать нечем Так Ну тут у нас Пытаются баунтиру На большом количестве Законтролить Команда Радиант Пока взяли две Это потенциально Это три Не а Фурион прилетает Свою забирает Фурион красавчик С этой линии ушел МСС с этой точки Но из-за этого Правда Фурион может погибнуть Сейчас А это тройка Фуриона Рассказ Там Леон Бежит уже на хосте С накик помочь Кекс дал Подкопает двоих Как-то Ладно тут мизери И так спасен будет Ну хорошо да По две баунти забрали В итоге Эйс фармит И все неплохо Клоунай Все неплохо Друзья Да нормально абсолютно все И Учитывая что Фурион покупает себе Блэйдмейл Значит и Квапа Будет покупать себе Блэйдмейл Но ведь это Нелогично Ну то есть Просто будут влетать Траковать лицом Будут Танковать Вносить дэмэдж Антимаг Соответственно Либо будет в этот момент Фармить Либо приходить Добивать Какие-то цели Просто войдом Да нет Я не думаю Может сработать Ну то есть Фурион то ладно Бывает А Ну Попить нельзя Блэйдмейл покупать Тем более Это будет вообще Не в тайминг Даже То есть Вот ранний Блэйдмейл Я еще могу поверить Когда прям очень быстро Собирается И реально может быть Крутым Все таки Все таки Он там броню Какую-никакую Дает Крест Майенви Откидывается Шадустрайком Соник Вейвом Получает прокаст Дорог Кстати Хорошо разыграл Там МСС убил Снэйкинга Правда Папа Ныряет дальше Шадустрайк Скрим на Квина Убили Гримстрок Квин пытается спрятаться Сноубол Ставится с пруты Это минус Квапу сможете Разменять И Да Разменивать Бабу здесь Приходит Гирокоптер Пайлайт Дайл Ловит ракету Колдаун А тут у Явара Кстати Второй Рокет Берридж Как вот Меняется игра Когда Гирокоптер Хотя бы какими-то Абикативными Обилками обладает Да Пусть он тоже будет Фармить Аганим Но не хотя бы Рокет Берридж 2 Не Хоминг Миссайл 3 4 Да И ноль Рокет Берридж Рокет Берридж 2 И уже хотя бы Какой-то магический Ну неплохо Здесь подрались Все-таки Несмотря на потерю Куина Куинти Крю Но проблема Опять в том Что антимаг Фармит И у него Топнут ворс До Баттл Фьюри Все равно Еще Прилично Там Мизери Сплит Пушит Так Вот тот факт Что Мизери У нас вторую карту Подряд На третьей позиции Сидит Говорит о том Что это окончательная Перемена И еще рано Ну как мы уже выяснили Для них И поменяться ролями Как ничего не стоит Просто Что Мизери на тройку Пересесть Что Снайкингу На саппорта Они уже это делали Свою карьеру Смотри Победная стратегия Клоудная Так Учитывая как Мизери Отстоял на Ликане Вот как сейчас Он на Фурионе Фармит Мизери идет в центр Снайкинг возвращается В оффлейн А Энви Саппортит Что-то помню Я Энви Саппорта Это был непродолжительный период В предыдущей команде Нет Патик Пандасов на Кор Играл Где-то до этого Это тоже было непродолжительное Ну вот сейчас Убивают Энви Биверу Фраг достается Ну 9-4 По счету Вроде прилично А по деньгам То нет Никакого перевеса Там Только Между мидерами Разница Антимаг Когда купит Баттлфьюри Если к тому моменту Гирокоптера Аганим еще не появится То Антимаг Вполне может оторваться Да даже с Аганимом Гирокоптер все равно Он должен помедленнее Фармить С БФом Пожалуй да Пожалуй да Сейчас еще могут Снизу бить С ВД Кстати Антимаг На ганге Ага нет Леон уграет скорее Антимагу время лучше не терять Конечно Потому что Ну на его плечах Все играл Он должен понимать Что команд В дела идут Не очень даже ВД Сален Забросит Саленс И мановует Эйс Разыграет момент Да Разыграл момент Хорошо Бивер пришел Там контрспел Просто еще дополнительный фраг И тут готовый БФ К 15 И скопки Красавчик Счет на того Что просто это пришлось На сложной линии По факту Это не с легкой С фрифарм Он вынес себе Там на 15 БФ Это прям со сложной линии На мизери нападают Энби здесь МСС Бейтмейл кастовать Не захотел Пробивает тебе проход Ультимейт фуриона Соник вейв И проказа летает Четки Энби делает убийство Никто в этот раз За МСС Не вступился Энби зарабатывает Много голды 576 Квин Сенш Все таки Алибарда Первым Интересно Находит Антимага АМ На блинке Поймать не удалось Там и Титан Если что Сейвит Но и скланы Под Кунку Не подставятся Грамотно прячутся Уходят все Да все уходят Токи Ганг вообще В никуда От команды Рэддиант Ну вообще Пока ничего не получается На самом деле У коллектива Рэддиант Я могу сказать Что да В центре Там конечно Клопа не дофармливают И то За счет убийства Тимбера Почему Камбэкается А так Руны Собираются Мизери Сплитфармит Антимага Все хорошо Пошел в отрыв Уже помаленьку В общем Это не выноса 15 минут Команды Квинтикрю Это равная Игра с Антимагом Да я бы даже Сказал Что Все не очень Хорошо У Квинтикрю Потому что У Клауд Найн Есть Во-первых Способы Убивать Тимбера Очень быстро Кунка Не сказать Что он Прям сильно Опасен Это Алибарда Но она В дальнейшем Против Антимага Наверное Зайдет Но Сейчас Антимаг Пловно говоря Не дерется А ну ладно Там еще Фуриона Можно Выключать Он тоже Будет руками Рон носить Окей Короче Ребят Вы должны Просто максимально Поддерживать Энви Потому что Энви Поддерживает Русскоязычную Трансляцию Вы хотели Чтобы он Купил Блэйдмейл Он его Купит Станто Может быть Не согласен Но Энви Согласит Два Блэйдмейла На двух Корах Развлекаемся Отдыхаем Антимаг Выиграет Нам Доту Нашел Энви Новый Любимый Артефакт Раньше Худ Был Худ Ну Блинк Скаде На Дроу Рейндж Там Тоже Одно Время Появлял Стабиль Сейчас Это Блэйдмейл На Квапе Не Ну Круче Шадоу Блэйда На Старом Личе Все Ничего Быть Не Может Энви Берет 10 Ксили Просто Блэйдмейл Ну Это Броня Я Уже Начинаю Искать Плюсы Просто Этого Билда На Квапе Че У меня Еще Остается Значит Это К урону 28 6 К броне 10 К интеллект И Damage Return Вообще За 2000 Колды Конечно Дает Неплохие Приросты Я имею Ввиду Интеллект Это нормально Для Queen of Pain Броня Норм Урон Дает Тем более То, что Ты талант Левый Взял На Десятом Уровне А не Правый Ты 25 К урона Лишился Тут Очень Удобные Способности Под Которые Можно Блэйдмейл Нажать Под Гирокоптер Ты Всегда Нажмешь Хоть Под Ультимейт Хоть Под Рокет Бередж Хоть Под Флэг В конце Концов Под Кунку Тоже Можно Успеть Нажать Под Тимбир Легко Нажать Ты же Понимаешь Что Это Работает Ну Вот Ну Еще Минут Десять Потом Уже Всем Плевать Но Гирокоптер Потом Будет Просто Плевать У него Будет Три Артефакта Он С БКБ Саганим Потом Все Типлые Мылы Перебьет И не Почувствует Ну Мне Так Явар Телепорт Отменяет Видимо Наверх Пытался Улететь Не Успел Посмотреть Мизери Вышку Спушит Параллельно Пытаются Квинтиклю Пойти По Миду Что-то Там Поломать Явар Конечно Над Пуши Спиньков Дополнительные Деньги Прям Здорово Зарабатывает 16 Минут Готов Огоним Там Давно Уэйс Уже Есть БФ Уже Яша Так Понимаю Летит Прям Тайминги Все Соблюдаются То есть Гирокоптер Конечно Три Сотни Колды Все Таки Не так Много Но это Антимаг И это Гирокоптер Вообще Раньше Довольно Популярно Было В предыдущем Патче Противостояние Антимага Против Гирокоптер И Все Ремя Выясняли Кто Семья Гирокоптер Отиллер Гирокоптер Антимаг Могу Сказать Что Лейтовый Гирокоптер Конкретно Старого Образца Он был Вообще Конкурентоспособный Потому Что Аганим Сатаник Это Вообще Штука Непробиваемая Как оказалось Там Даже Против Воида На самом деле Гирокоптер Был Хорош Потому Что Вот эта Тычка Которая Вылетает Автономно Ты Ее Не Контролишь Она Взаимодействует Сатаником И Гирокоптер Это Очень Сильно Восстанавливает Лейти Это Прям Вообще Имба Как Нынешний Гирокоптер Вот Именно В лейтовой Версии Против Очевидных Лейтовых Героев Типа Воида Типа Антимага Работает Против Спектры Не Сложно Ведь Потому Что Опять Так Мы Просто Не Видели Эти Гирокоптер Не Знаешь Что Кажется Здесь На Гирокоптер Можно Такой Предмет Купить Который Может Не Очень Часто На Нем Берут Но Он Здесь Подойдет Это Эбисал Блейд Попозже Не Сейчас Далеко Не Сейчас Четвертым Словно После Бабочки После БКБ И Потом Просто Эбисал И С Антимагом В Антимага Тоже Можно Ворваться Запустил Ракету Прыгнул Следом 7 секунд Держишь Дизей Бля Прости Конечно Перебил Но Энви Это Просто Ничего Он Мимо Проходил Ты Не Смотрел Не Смотрел За этим Моментом Он Короче Идет Спускается К речке Видит Реген Опа Реген Берет Реген Как только Реген Взял Там Уведомление Значит Соперник Забрал Рошана Ну Он Думает Ну Ладно Рошан Жда Ну Типа Он Далеко От Меня Тут Как Раз Три Пикселя И Мимо Подниматься По Лестнике Он Идет Пешочком Выглядывает Гримстрог И Срош Питок Опа Квапа Кидаю Саленс Квапа Не Потому что Там Блинг В 1 И Блейд Мэйл То есть Ты прыгнул А я тебе говорил Так и будет В 1 Конец Парни Короче Иду давать Импакт Смотрите Это Женкий Развод Вот он Кидает Корабль Я Прям В корабль Прыгаю Включаю Блейд Мэйл И Кунка Себя Уничтожает А Мизери С Изолятором МСС Finger Of Death Да ладно Худ Успел Прожать МСС Вы Прикиньте Какой он Жесткий О Момент Finger Нажал Худ Вот в эту Ж секунду Обалдеть Читер Что ли Прыгает Антимаг МСС Все Пережил А там На хайграунд Заход Сейчас Игра Закончится Cloud9 Отступать Надо Не Закончится Потому что Блейд Мэйл Куплет Так Сейчас Пойдет Сейчас Будет Истерика У меня Чувствую Сейчас Такой Игра Буду Орать Просто Герои Герокоптер Смотри Накрест Назад Он Покупает Себе Мом Опа И Возвращаемся С Аегисом С Алибар Дэд Квина Все Хорошо Подкачано Единственное Что тут нет МСС Рядышком Но Тир 3 Горит Друзья И Надо Дефенс Дать Сплитпуш Здорово Там Тир 2 Разрушит Мизери Сейчас Еще Денег Заработает А МСС Центр Подпушивает Кстати Нет Фингера Фингер Был потрачен Сноубол По Леону Леон До свидания Сразу Не думая Просто И падают Бараки На 20 Ну да Решили отдать Очевидно Мизери Пытается Сплитпушить Тир 3 Но ему Конечно Не позволят Сломать По идее Не должны Кстати Кому Надо идти На Дефенс Потому что Если Разменяется Будет Плохо Там Глиф Есть А Они В центре Они Игру Хотят Закончить С этого Аегиса Тимбер Там Может Вечно Танковать Т3 Если Никто Другой Не подойдет Ему Мешать А что Тимбер Контрит В скобочках Нет В скобочках Да В скобочках Рохл Заход По центру Антимак Говорит Пацаны Мне еще Минут 15 Фармить Надо Парни Говорят У нас Через 15 Уже Трон упадет Титан Говорит Пайбэк Клопа Влетает Так Саленс Получает Гирокоптеры Подерется Блэдмейл Закончился Два байбэка От Дайр Соник Вейв Молоко МСС идет Квапу убивать Квапа погибла Есть байбэк Надо нажимать Пытаются убить Тимберсон Регенец Антимак Пошел убивать Убил Гримстрока Посадили на крест На торрент Он нажал Контрспел Гирокоптер Мало Второе след Антимак Прыграет Гирокоптер Пытается Пробить Спанобоида Закрывает Хороший Контрспел И погибает Квин Из остальними Погоня сейчас будет МСС Ступать Будет план перехват Надо уходить Биверу и МСС Нельзя драться Они втроем Тут будут гнать Вся пятерка Команда Дайр жива Ушел хорошо Через тупешку Один герой Второй герой Центр стоит Команда Дайр Живет Все в порядке Антимаг Заработал за драку У него манта БФ Имея в команде Антимага Играть еще можно Это даже без двух сторон Можно играть Я бы теперь посмотрел Как Глоуда отбиваются Полчасика Отмека крипов Захватывается Ванпост Так Тут в центре Хотел поймать Эйса На эйс нужно больше контроля Чем просто один крест Конки Вот Конка Это было неплохое решение Ласт пик На подрафту Видите так получилось То что они увидели Антимага поздно И могли только одним героем Пробовать законтрить Ловить трудно Герокоптер БКБ Самое главное Что Клауд Найн При Дефенсе Смогли все-таки Кор-героев забрать Но там сколько байбеков-то было Значит А, три байбек Ой, три байбека Это очень много Клапа байбеков Ну как же они хорошо фармят При этом Если Ведут по золоту Там не только Антимаг фармит Там еще и Фурион фармит Фурион тоже какой-то приличный Квин В инвизе Нашел эйса Так От креста торрента корабля Не спасти здесь Там вот таск может Контрспел Надо переждать Торрент И вот теперь Балрос панч Саленс манты сбросил Сноубол И не убили МСС не успел подойти Чтобы кинуть нюки Можно было к дереву Через тимберчен Что-то не знаю Ничего не нажал Можно было нажать Это был хороший момент Сейчас убили бы Антимага А попробовали бы Выбить с него байбек С охотой на хайграунд Но все обошлось Энви куда идет Энви 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 А вот как это работает Ну ладно Вообще на самом деле Если по инксвеллам Попал SVG То Подходил уже квин Квапу могли бы не отпустить Ну вот всяческий спейс Сейчас для антимага Антимаг готовит свой третий слот И станет кстати максимально опасен Оббережает уже герокоптера Герокоптер нафармил На свое БКБ Но эта катка тоже может быть интересной Друзья Не все так просто для рейтин От них смогли отбиться На молнию у Фуриона Мизери Вообще не Мизери кстати очень хорошо катал Торрент Смотри Мизери Подцепил квин Но он не понял что он подцепил Вау Этот фраг бы сейчас тоже Вот им сделать какой-то опенфраг Вот то на антимаге То на фурионе На ком-то сделать опенфраг И они сразу на хайграунд полезут Они будут закрывать вторую линию Они это понимают Они даже видимо без фрага Да будут это делать Да будут Они видимо тоже антимага побаиваются И не хотят очень далеко игру затягивать Самое главное Они хотят успеть Вот в тот временной промежуток Когда у Cloud9 байбэк Потому что здесь максимум Два героя может выкупиться Хоть и коргероя Но тем не менее Клопа какая-то не выкупится Один раз зафокусить И большого количества урона Лишится команду Cloud9 Че пушит Тир-3 Там размена антимага идет Быстро пушит Уже квинс есть На крест посадил На торн Сейчас корабль повторить Но теперь уже МСС будет рядышком Саленс И добьют Да Антимаг без байбэк Классно Гирокоптер, да Пока БТП Это самое правильное решение Ябар Уходит Пайлодай долго раскастовывал Но там анимация Такого расплитера Что-нибудь поймать И нет антимага байбэка Вот теперь нестись по миду И бараки закрывать Вот этот опенфраг Очень нужен был Радиант 25-то Сейчас будут уроны контролироваться Надо хоть какую-то линию довести До базы соперника Чтобы Отключился антибэкдор Защита Пайлодай под вардом Видно, кстати Не стоит за Пайлодайм Бегать, мне кажется Типа Того не нужно, наверное Хотят забрать Да ну не Ну 38 секунд без антимага Ну камон Ну какой Пайлодай В проем Столько времени Там теряем перехват Внезапно на Леона Леон этого явно не ожидал Дал хекс И он умрет Снова болт дальше За Фурионом Нормально На байбэк Кстати, у суппортов нет Развлекаются здорово Ну гирокоптер Что ты будешь делать? Вот он не с командой И нигде Таск погиб Отступает Тимбер Отступает СВГ У них мало здоровья Барак Да, надо барак закрывать 14 секунд без антимага Грифа нет Это известно Энви в погоне За саппортами Энви сейчас хайлайтить будет Соник Лейф уже потратил Энви хочет БКБ Минус центр Рейджовой барак добивать не стали Потому что Сам рано или поздно Уничтожен будет Достаточно ли снесения Двух линий? Вот такой вопрос Сдаю я себе И тебе Ну еще нет Трон же стоит Все нормально Не ведут по деньгам Тут за Рошана Сейчас бойня должна быть Рошана будет скоро Димак с Айегисом Дважды его так просто Не наказать В Кунке только один Проказ за драку Вроде он там надо будет Забирать у Рошана Конечно Забирать Но Дайр надо драться Вот потому что Они потом По классике жанра Будут просто смотреть Как Рэддиант Будут бить бараки А тебе будут говорить Ну там же Айегис Ну да Будут ждать окончания Айегиса И играть против Микрипа Ну да Будут собираться вместе Сейчас да Активируется смок Там вот очень нагло Фармит Квин Квинна нет БКБ Сейчас можно хорошо его поймать Квинн будет жадничать Да Квинн жадничает И Шокбейт просветить Есть Центрик Ловит Кекс Антимаг здесь Фингер Квинн достанем Квинн наглый Квинн наглый За эту наглость его наказали сейчас И Рошан появится Совсем скоро Клопа прыгает дальше СВГ Уступает Отступает Там БКБ В инвектах 10 секунд Вообще драться не хочется Развороть А тут БКБ А тут еще и Блэйд Мэйл Антимаг думает Как нырнуть Грамотно Ныряет Под бобой Клэла Как отвратительно Ой как отвратительно Нырнули Минус Хурион Да ладно Антимаг Ой какой провал Ой Это команда Клауд Найн Даже без Сезроны Нырнули Да Просто под проказ Ну Квинн конечно Байбэк нажал Но они сейчас С Рошана заберут Ну или Байбэк Антимаг Из Рошана драться Ну нет Там Фуриона нет Фурион здесь очень важен И нужен Он очень сильный По слотам Ну Квинн свой Байбэк И причем Заходы на хайграун Скорее всего Не сберет Надо срочно Центр толкать С на Кингу Сейчас подальше Потому что Через мид Могут на топ Зайти уже В верхнюю линию С плитпушкой МСС Он понимает Что они За эту смерть Антимага Могут попробовать И сломать верхнюю линию Но идеально Конечно Да да Все Торопиться на топ Торопиться 39 секунд Надавить на тер 3 Глифа еще нет Это реально хорошая возможность Будут ли торопиться Знаешь что меня больше всего поражает Что именно команда Квинси Крю Испытывает самые большие Проблемы с Клаут Найт Да Все остальные Выносили их вперед ногами В том числе Южноамериканцы А здесь Прям как-то с натяжкой Первую отдали Не знаю С чем это связано Но видно что Квинси Крю Тоже далеко не в лучшей форме Не все игроки В лучшей форме Так скажем Квинси Крю Вроде все нормально Но Явар это компенсирует Своей игрой Не лучшей Сейчас тоже момент неудачный Отошли Дайер Антимаг не выкупался Просто возродился И не забрали тер 3 И отошли Рейдинг Даже с Айгисом То есть Опять таки Все неплохо для Клауд Найт Ситуация конечно непростая Опять таки По центру барак упал То есть без двух линий играют Но Еще и гонять в доту можно Ну Клопа Энви Энви сильно отстает Очень сильно отстает ВКБ Блэйд Мэл Ну вот нужен билд В котором он Сможет хотя бы там Саппортов наказать Да Вот как вот Эйстой карте Хотя бы там Саппортов убил И это очень сильно На концовку игры повлияло Чтобы там Саленс билд Чтобы ну Чувствовалась опасность В копе Потому что Блэйд Мэл Извините меня Это еще история Так антимаг Тебе салблейд Успеет выформить Дефенс Ой репейр кит Как же он нужен был Как же он нужен был Главной И он есть Репейр кит Бабочку собрал герокоптер Разобрав Мом Есть глип Глип открутился Он тратится Так антимаг Готов спину заходить Там летят курьеры Антимаг Сейчас подставит Или нет Курьеров он не режет Раз За вторым пойдет Он не пойдет Репейр кит снова Надо забрать Снэйкинга С прокаста Снэйкинг минус Есть байбек Нажимает его Снова заряд Репейр кита Вал распанч Но есть Соник Вейв Шикарный Пайлай дай Успевает дать ультимейт Он связывает Солбиндом Вместе с лапой Саленс 2 висят Забирают тем временем Пайлай дай Где Где Вот герокоптер убила Где антимаг Антимаг ждет Врыва Кому вопрос Прокаст Блэйд Мэл Мизери БКБ нажимает Явар сразу Колданом отбрасывается Байбек от Пайлай дая И вот теперь гнать Эбисолблейд Разбивает Тиберсо Пробует убить Манавлойд Добить 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 Что ж не добиваешь Антимаг Ты что не добиваешь Приходит Мизери Мизери добьет Сноубол Не успел сноуболом засейвить Не успел сноуболом засейвить Мизери ракету сейчас получит Его сейвит глимером Не видно Гнать на 3 4-5 не полезут Квинтикрион Там сыр есть конечно Квин Шарды Глимер Устанавливает Антимаг Антимаг 10 секунд Добить Попробовать то можно Можно дальше Хаста Уйдут рейтинг Уйдут Маунтируны Забираем Контролем Аванпосты были по одному Я так понимаю Да под контролем Байбеки Опять за счет байбеков Конечно Сильно рушится Экономика у суппортов Прям просто У них сейчас будет Минимальное количество денег На Они проигрывают Ну хотя Знаешь Даже с байбеками Ну что Титана Леона В принципе Не так Не сильно меньше Чем у Таска И у Гримстрок Морально тяжеловато Только Зная каждый раз Что если ты сейчас Погибнешь То Риск Есть риск Того Что В игру Ты уже не вернешься Ну как же Защищаются Команда Клауд Найн 31 минут Два голых Барака Осталось Неужели Карта Повторится Как первая И против Мега Крипов Антимаг Будет воевать Конечно Не Медуза Да и Смиду У тебя Не Квин На Death Profit Суперраскачанный Но Попробовать Подержаться Наверное Можно Смог На смок Тем временем Антимаг Тоже умирать Нельзя Для никого На байбек Не хватает Очень важный Файт Гирокоптера В центре Заметили Но понимают Что один Здесь бегать Не будет Прыгать В него И пытаться Фукусить Когда у него Бабочка И сыр БКБшка Это плохая идея Надо обнаружить Других героев Таск сейчас разведает Территорию На свою голову Или нет Да разведал Видно его Антимаг Мимо прыгает Не стал Суницировать соперника Видно Клоп Клопа Клопа Тоже Блинкаут Куда-то В район Вражеской Территории Подальше От своей Базы Уводят Соперников А вот Простой план Рисует У нас Кстати говоря Парень На желтом Слоте Ну они там Так а пусть Они там И сидят Пусть тратят Телепорт Конечно Вот первый Пошел Нам нужно Все телепорты Нажимать Уже Второй Телепорт Трое Героев Вернулись Тибир На кресте Должны Блинкаут Получить Что он На кресте Он Уйдет Сейчас Да Антимаг Там Сейчас Увидит Он прыгает Биттер 3 Тер 3 Разрушит Весь Глиф Глиф Не нажимается Пока Таск Пришел Стат ТП Отменяется Одно По-моему Кунг ТП Все-таки Нажал На сплитпуш На сплитпуш Боятся Рейдин Размена В линии Хотя Казалось бы Им только Бараки забрать Бараки Без Глифа Тем более Хотят Уверенно Выиграть Стукатку По-моему Боятся Сейчас Квинти Крю Они Вообще В шоке От того Что происходит Почему Это не 2 по 20 Не знаю Когда У вас Есть Все Линии Когда У вас Есть Кунга Который С крестом Если Что Кого-то Отправит Да У соперника Нет Глифа В общем Так Много Опций Так Много Положительных Моментов Которыми Надо Пользоваться И Просто Додавить Хотя Бо Мега Крипово Сделать Да Это Еще Не Победа Но Это Так Облегчит Жизнь Силы Света Используют Сканирование Так Ну и вот Атака Сейчас может быть В центре Энви Первая Может подставиться Но опять-таки Там БКБ Антимаг Нырнул Крест Посадили Энви Наверное БКБ Нажимать Нет Он подставляется Подраскасты Малорас Панч БКБ Не дадут Нажать Энви Успевает Нажать Хорошо Тут же Бринк Аут Энви Пытается улететь Урона может Хватить Нет Не хватает Герокоптер Тоже БКБ Нажал Угу Ну знают Что байбэка У Леона Нет Все Это точно 5 в 4 Покупайте БКБ 10 секунд Сразу Надо идти Сразу Возвращаться Над антимагу На базу Да нет смысла Уже сплитпушить Потому что Бараки последние Их уже не воскресить На герокоптера Нажимают Уже не БКБ Нет Лотус повесили Соник Вейв Неудачный Соник Вейв Там еще Какой торрент Мои под связку Ой жесть какая Просто вынесло Двух героев Байбэк от Пин оф Пейн Байбэк от Фуриона Последние деньги Тратятся И теперь Эдиты опять Стоит Потому что Эти байбэки Останавливают МСС Хороший Титан станчик Выдал МСС Бить трудно Шарды Лотусор Прыгают дальше Под БКБ Пытаются герокоптера Взять герокоптер Страдает Монобоет Его убивают У него байбэка нет Дальше Идти дальше Дальше Антимах здесь Видно кунку Кунка Пытается уйти У него не ноль маны И кунка тоже погибнет И тоже Ладно Байбэк у него имеется Но скорее всего Потратить-то не придется Там МСС еще запушил центр Сейчас попробует Баунти руны собрать Теперь он на перехвате МСС Пропиливает спорты Тимберчейн Вторую баунти тоже Надо забрать Аккуратно Там Ливер тоже Две баунти Забрал 4 баунти Команда Пентворсом Себя в топ Вывела немножко Но опять-таки Если с Реддентов Не выбить байбэки То весь этот Дефенс От Клауд Найн Возможно зря Потому что Ну посмотрите На эти кулдауны Мак покупает И Клсонг Он будет делать себе бабочку В 25 уровень Ты веришь в Камбэк Клауд Найн? Да посмотрим Верит ли вообще Наш партнер париматч Камбэк Клауд Найн Очень интересно А пока не дают Закрыли Линеечку Ждем когда откроется Там будет видно Но ситуация непонятна Объективно конечно Тут Байбэки естественно Рейдинг не тратили Они могут потерять Тир 2 Там что-то подфарм Клауд Найн Все понятно Бабочку покупает Себейс на все деньги 25 уровня Уже 50 секунд Минус перезаряд На монобоид Гирокоптер ставит себе Рапиру Вот кстати Тот вариант с Башером Он не рассматривает пока А мне кстати Тут нравилось Да вот мне тоже Очень нравится Такой вариант с Башером Ну просто Два таких героя Как Квапай и Антимаг Очень мобильных Хочешь на любого Из них напрыгнуть И обеспечить Дополнительный Какой-то контроль Урона Эбисал Блейд Все-таки дает Приличное количество Рошан появился Как же нужен сейчас Рошан команде Клауд Найн С учетом того Что 5 байбеков нет Ну хорошо Сейчас появится у суппортов 4-5 позиция Но спасает ли эту ситуацию Ну где-то в каких-то моментах Может спасти Че у меня камера улетает И рейтинды боятся Идти на Рошана Боятся Они знают что Дайер будут Здесь драться Это Варошана Нажимают смок МСС не смок Этимейт В смоке Тут на байбеках Надо просто переигрывать По идее Квинс и Крю Вот байбеки Есть Там байбеков нет Все Этим пользоваться И душить Ну про антимага У них нет информации Только лишь Они видели шмотку От него по идее Появилась Вряд ли он нафармил Себя на Дорогостоящую бабочку Еще имеет байбек в запасе С маками заходит Рошана Интересный тайминг Дайер Очень быстро Полайдай Надо Астралспирит Укинуть туда Отправить Астралспирит Отправляет И вот он здесь Может быть даже стан Успеет расставать Поздно Айгизабран Сыр валяется Ну это заберут Аганим там был Аганим Септору Кунки Он брал талант На 20 Левой 20 К силе Неправой Чтоб радиус увеличить Верхнюю башню Топ линия Подпушивается Кстати Вообще никто Не идет ее защищать В принципе Изи для Фуриона Или Изи для Антимага Антимаг уже идет Фурион уже ТПшится сюда Есть глининг Какого кунки Тимбер Что Он взял кунки Ну кунки В инвентаре лежал Кунку передал А Он не активировал Я так смотрю Думаю Где Где Ищешь Не Просто Квин забрал Я поэтому Предположил Что он может себе Потом посмотрел На талант В принципе Несоответствующий Тому Чтобы брать Аганим Прямо сейчас Себе А дали Тимберу Какие еще Варианты были Ну Герокоптер Собственно Аганим Ой прыгает Антимага могут найти Антимаг здесь Антимаг здесь Они не видели Антимаг прыгает Прямо в соперника Какой-то Провал Да нет 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 Эйс 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 Эйсушка Вот это Вот это Блинк В третью карту Просто Антимаг сделал Просто тупо Блинк в третью карту 500 голды не хватает 500 голды Даже с баунти Наверное Сороковой Не заработал Самый большой Рейндж Блинка Получается в истории Третью Это карту На клопу Смотри Сейчас очень важно Заберу Да Клопу Нет Клопа уйдет Снэйкинг Вот смотри Очень важный момент Очень важный момент Собрать 4 баунти Если соберу 4 баунти Антимага хватит на байбэк Очень важный момент Догадаются ли Сороковая минута Сейчас 10 секунд Собрать 4 баунти Боявится антимаг Можно попробовать подраться Есть глиф Могут Они ближе к баунтам сейчас 4 баунти Прямо сейчас Раз Причем даже жизнью можно жертвовать Раз Два Три Еще одну Еще одну Еще одну 100 голды Еще одна Вот она Вот она Одна баунти руна Еще еще И глиф есть Глиф есть Собери Возьми Возьми Чувак 100 голды 80 голды Антимагу на байбэк Не хватает Байлайдай Какое тп Идет Кто забирать Кто гений Энви гений Энви Энви Ну поздно Энви Ну там Байлайдай Вот антимага на байбэк Хватает Но это минус Верхняя линия Фурен без байбэка Какая трагедия 4 баунти руны Ну почему Колы не было От антимага Что пацаны 4 баунти надо Эх Они реально Могли здесь Дефенс дать Они могли Защититься Вот сейчас Антимаг появится Может быть будет Шанс зацепиться Еще антимаг прыгает Начинает избивать И очень быстро Убивается порта Но гирокоптер сложно Забить у него еще Аегис Есть Эйс проседает Эйс под фокусом Эйс погибает 1-1 друзья Треть решающую карту Нашли Вот это конечно Игра Как же жалко Именно сейчас Такой ответственный момент И мы не знаем Почему так произошло Не было информации Думали что кто-то взял Я не знаю Но там мы понимаем Что там Ну объективно База горит И там Вот такие моменты Нужно очень спокойно Обсуждать Очень спокойно Такие вещи Понимать Но когда идет Вот Когда идет Такая ситуация Конечно Ну Пайлайдай Что Ну Немнад на базу Он хочет защищать Он понимает Горит база Но Видимо он То ли не услышал От Эйса Что нужна баунти Он баунти видел Кстати Он дошел Он с хайграунда И эту баунти Точно видел Сто процентов Но он решил Сделать телепорт Обидно Вот честно Обидно Очень обидно Они реально Могли цепляться Ну то есть Ситуация была Нелегкой То есть Ну она была Вполне камбэчной То есть Можно было Переворачивать И к этому шел Шел-шел Да не дошел Да Все-таки у нас Продолжается Самый Длинный день Игровой Пять утра По Москве А у нас еще Только Через несколько минут Стартует Третья карта Ну я Друзья Я все Шаришко Я за две карты Я просто все уже Я ну Где еще эмоций Взять столько Я знаю где взять Нам команды подарят Вытащат нас Последнее Друзья Ну Фантастическая ночь Надеюсь вам нравится Мы получаем Невистовое удовольствие Думаю коллега У меня согласится Самый да Потому что Такое вряд ли где найдешь Особенно в пять утра Катки Суперинтересно Третий решающий Кто станет Сильнее в этом матче Квинсик или Клауднайн Непонятно Ладно пауза друзья Немножко передохнем Попьем водички И вернемся С драфтами С драфтами Третьей карты Не уходите С драфтами С драфтами С драфтами С драфтами